Считается, по данным специалистов, исследователей, социологических опросов, что в России подвержены только алкоголизму как болезни 5 миллионов человек. Кто-то подвергает сомнению эту цифру. Милицейские сводки говорят о том, что в состоянии алкогольного опьянения в России совершается 10-12 тысяч преступлений в год. Миллионов, естественно. То есть 5 миллионов больны этой болезнью, а совершающих преступления 12 миллионов. То есть размер бедствия, ясно, что все они тоже в состоянии определенного находятся, когда совершают эти преступления. Главный показатель – это потребление чистого алкоголя на душу населения в России составляет 15 литров на человека в год. Люди моего поколения считали, что в 16-17 лет приобщение начинается. Первый раз там попробовали Красненково. Сегодня специалисты утверждают, что этот возраст снижается до 14-15 лет. Первый опыт. Женский алкоголизм беспокоит. Расхожая такая сентенция есть. Женский алкоголизм неизлечим. У меня это просто фраза «вбито». Наверное, это так оно и есть, но количество женщин, приобщающихся к этому злу, действительно растет. Считается, что около 2 миллионов детей страдают от взрослого пьянства. А 50 тысяч детишек именно по этой причине ежегодно уходят из дома. А мы их потом с всякими усилиями возвращаем в ту семью, в которую им возвращаться вовсе не хочется. Дело в том, что любой провинциальный город, в том числе и город Первоуральск, это город, где недолжным образом развита система досуга. Мы говорим не о каких-то абстракциях, а достаточно предметно. Взять, например, город Первоуральск и две улицы, которые находятся рядом. Это улица Герцена и улица Чкалова. На улице Герцена есть магазин белая и красная, правильно говорю? И на улице Чкалова недалеко, буквально 5 минут ходьбы, также есть такой же магазин. То есть посмотрите, раз есть магазин, значит есть спрос. Действительно спрос колоссальнейший. Распивать спиртные напитки, это не только невыгодно для здоровья человека, но и влегчет за собой очень большие последствия. То есть последствия привлечения к административной ответственности, это правовые. Вот на территории Свердловской области существует информационный административный банк при главном управлении Министерства внутренних дел Свердловской области. И каждый гражданин, который подвергся привлечению к административной ответственности, по любой статье, сегодня мы говорим, это по статье 2020, за распитие спиртных напитков, этот гражданин вносится в банк данных, и он оттуда будет удален автоматически, только когда пройдет год при условии, что есть подтверждающие документы об оплате штрафа. Мне кажется, просто человек должен знать, что ему надо. Если ему это надо, так вот практически жить, наркотики употреблять, выпивать, ничего не добиться, никаких целей не преследовать, тогда пожалуйста. А если человек хочет чего-то добиться, хочет там карьеры, детей здоровых, то он выбирает, соответственно, другой образ жизни. Ведь любого спросите здравого человека, взрослого ребенка, хорошо ли пить? Все скажут, конечно же, плохо. То же самое. Хорошо ли курить? Все скажут, конечно же, плохо, но врачи курят, значит, люди пьют. Это проблема, да, номер один. Поэтому если алкоголь кого-то либо соблазняет, то борьба, которая может быть у населения, не в том, чтобы говорить, что это плохо и пить нехорошо, а нужно конкретно, чтобы каждый из нас принял для себя какое-то решение, какую-то жизненную позицию. Вот если я отказался конкретно и другой отказался конкретно, то это есть некая польза в дело трезвения, о котором мы сегодня говорим. Повышение реального уровня благополучия, чтобы было чем заняться, чтобы не было безысходности, то есть замещение вот этой тяги культурными, материальными, духовными ценностями. Сложная задача, но возможно, и мы по ней продвигаемся, обречены продвигаться именно по этому пути. Родители должны больше участвовать в воспитании ребенка. А ты как педагог? Что быть? Ну, любовь к спорту, там, не знаю, любовь к другим людям, там, какое-то уважение к себе и окружающим, чтобы там не было матов, да, там, на всю школу, что они там бегают, кричат, как-то воспитание, чтобы было. Сейчас было сказано множество слов о вреде алкоголизма и о том, что пьянству стоит дать бой. Но практика показывает иное. И если вот именно так будет заканчиваться каждый серый первоуральский вечер, а не стоит ли задуматься о том, что начать нужно в первую очередь именно с себя?